приветствую всех настоящих ценителей бокса только что в прямом эфире посмотрел бой лакруса того самого знаменитого кубинца который выиграл прошлую олимпиаду весе 81 и сейчас он поднялся плюс 10 кило стал такой бомбой на ножках в хорошем смысле слова так вот сегодня он бился с испанцем по паспорту но по сути тоже кубинцам с кубинской техникой по имени энмануэль рейс данный поединок я считаю просто космическим поэтому сейчас поделюсь с вами впечатлениями они у меня очень двояки и также разберем технику сделаем из боя кое-какие выводы так вот про лакрус я уже немножко рассказал а вот пару слов хочу сказать про энмануэль рейса я точно не знаю его историю куба это остров свободно но некоторые оттуда сбегают я не понимаю энмануэль рейс рейс он и технику имеет кубинскую то есть он не только попасть в смысле он не только по природе как бы кубинец но он обучен на кубе то есть что он сбежал оттуда со скандалом или как-то можно таким легионером перейти закону то есть что это как по договоренности взаимной или нет понятия не имею я не знаю историю его жизни но я впервые его увидел бой с василием левитом вроде как он подбил левита как бы случайно еще очень сильно повлияла психология на левита дело в том что левит был фаборитом или вид был несправедливо возможно его судили на прошлой олимпиаде и я считаю все это оставляет след это ранит спортсмена кроме того из-за вируса всех этих перенос олимпиады на год это очень сильно тоже влияет это сбивает настрой это дополнительные стресса короче я думаю левит просто перегорел и этот кубинец с испанским паспортом инмануэль рейс он подбил его на это так но потом когда я бой пересмотрел то я просто влюбился в хорошем смысле слова в инмануэль рейса это находка вообще для олимпиады потому что бог сейчас довольно безударный как бы даже по технике то есть люди бьют или крюки тяжелые бьют да или прямые они просто бросают руки но силы как бы у них нету но техника так устроена нету силов прямых то есть они как бы ну не убойные вот жалолов вот он чуть ли по моему не единственный кто вот ну реально прямые бьет массу вкладывает да и вот этот вот инмануэль рейс его базовые удары это именно прямые он бьет и у него именно в прямых есть масса тела как бы сила есть это же классно да и короче когда он вышел против лакруса я если честно внутри болел за него сразу было понятно там что лакрус фаворит как бы все за него топят он звезда такой крутой и певраунд кубинцы они молодцы кубинская команда каждый раз когда лакрус попадал они издавали такой звук эээ или какой-то другой но что такое эээ воскликали и каждый такой он попадает они эээ попадают эээ и такое кажется как будто он выигрывает и в общем в итоге когда раунд закончился то судьи дали 4-1 в пользу лакруса я считаю что они не то чтобы подсудили сразу скажу я говорю свое очень субъективное мнение оно лично мое вы можете со мной быть не согласны как видите и судьи со мной не согласны очень уважаемый компетентные наверное люди но как бы я озвучил свое мнение так вот я считаю что просто эммануэль рейс просто выиграл первый раунд более того когда потом показывали замедленные повторы лучшие моменты первого раунда вы можете обратить что чисто обратить внимание что чисто случайно почему-то все хорошие жесткие попадания основные были со стороны именно испанского кубинца эммануэля рейса совпадение не думаю просто я считаю что все были как бы под гипнозом что ну судей в первую очередь что типа у это же этот лакрус типа он вообще там каждое касание супермен так нет нет этот чувак который испанец по паспорту он там втыкает удары дай бог второй раунд он уже я уже после первого раунда я уже понял что в принципе ему не отдадут что в любом случае что ему надо будет только срубить оппонента и у него есть абсолютно реальные шансы и ну то есть они по сути можно лакруса срубить это не так легко от такого игровика как бы срубить мы его же рубили уже до этого правильно 81 его же уже рубили и я подумал вот сейчас может рубанет смотрю короче во втором раунде он его раз рубанул но там такое как бы на грани из равновесия выбил но вообще-то по правилам бокса если тебе ударили по голове и ты упал до кого это волнует ты потрясен не потрясен есть просто правило тебе отчитывают нокдаун то есть это как бы абсолютно нормально таки правило бокса даже если ты не потрясен вот второй раз короче его рубанули тоже короче нокдауна нету ну понятно все под гипнозом все короче за него но уже реально во втором раунде стал его молотить рейс ну вот как бы не рубанул по-настоящему не сумел потому что лакрус он как бы бой разряжает он там весь отклоняется его острый момент он сразу как по нему попадает сразу идет в обнимашки в общем он поэтому и посекся потому что он обнимается постоянно вот и третий раунд ну то есть уже отдали в пользу испанского кубинца и на мануэле рейса суде да у них гипноз спал они видят что тебя блин если этот его же реально прямо ну молотит то как бы ну наверное все-таки он выигрывает да и третий раунд ну там такое он как бы как качели в принципе да реально вторую половину забрал лакрус как бы это так это так то есть я с этим согласен в итоге получается что что у судей лакрус выиграл в одну калитку хулио сезар лакрус типа он победил и все говорят что там да он победил как справедливо я считаю ничего справедливого это мое субъективное мнение я считаю что просто испанский кубинец и на мануэле рейс просто он первые два раунда выиграл но у такого как бы ну он игровик тяжело тоже знаете там 3 0 выиграть то есть ну это реально это очень тяжело и но я считаю первые два раунда выиграл и победу нужно отдавать именно ему почему я так считаю потому что кроме всего прочего я считаю нужно учитывать силу ударов понимаете хулио лакрус сезар он красиво боксирует он звезда он топ но по сути сил ударов него нету я бы даже так сказал этот момент очень тонкий есть боксеры которые наглухо не бьют то есть вот такая формулировка странная короче не бьют в смысле вообще никак то есть вот просто они там как зайца набрасывают лакрус он как бы может быть то есть у него сама техника он может ударить но по факту он не был он не ударил то есть он вот эти вы понимаете даже тот момент очень тонкий даже если ты можешь ударить лакрус может ударить когда ты постоянно разбалтываешь тело эти отклоны делаешь то когда ты потом стабилизируешься и вот ты ударил то удар твой как правило все равно слабее то есть так работает чисто но программа мозг тела практически невозможно из таких вот выходов разных как брат собраться обратно и сильно ударить то есть вроде все будет технику но у тебя такое как бы тело все равно разболтанное да и в общем я просто считаю что ну а как учитывать силу ударов то есть просто на мой взгляд испанский кубинец но он бил там в два раза сильнее наверное да ну или так нельзя судить то в два полтора в три короче у него была силы в ударах а вокруг у него по сути просто были вот эти вот тычки там они кричали и как бы ну да как бы по касаниям выиграл да вот ну а это это как бы и там как как смотреть короче но вообще я считаю что первые два раунда забрал и на мною рейс студии они есть что ничего там не были не куплен ничего просто под гипнозом что большая звезда если он касается и каждый раз кричат кричат из публики то ну за что наверно выигрывает поставили ему во втором раунде уже прозрели но в третьем раунде хулио сезар лакрус выиграл по-настоящему и победа досталась ему такие вот мысли спасибо что данное видео посмотрели буду рад услышать ваше мнение всем добра кстати я еще у меня просто очень много эмоций мануэль рейс я хотел бы посоветовать сбежать с острова свободы но раз он выступает за испанию то наверно он уже имеет такую возможность попробовать себя в профи потому что у него есть удар у него есть силы в прямых ударах это сейчас редкость и очень много бойцам другим в будущем сможет создать в проблем всем добра до новых встреч тушу камеру